Кто-то считает ЕГЭ зеркалом, отражающим уровень подготовки выпускников, кто-то войной, объявленной чиновниками, детям и их родителям. Как бы там ни было, этот метод сдачи экзаменов уже прочно вошел в нашу жизнь. Об итогах первой волны государственного экзамена рассказал сегодня министр образования Чуваши на своей пресс-конференции. Единый государственный экзамен. Эти три слова способны ввергнуть в ужас практически каждого выпускника. Обсуждение и осуждение ЕГЭ стали уже своего рода обыденностью. Ежегодно фиксируется масса попыток нечестно получить свои баллы. Списывание, использование современных гаджетов, подмена работ. Разнообразие и изощренность способов обмануть систему с каждым годом увеличивается. Цель была сделать ЕГЭ честным. Ключевая была задача сделать так, чтобы детки это не почувствовали. Но насколько это удалось судить вам и общественности, родителям, самим детям, выпускникам. Но для нас было принципиально важно, чтобы дети, во-первых, наши выпускники сдавали те же самые предметы, которые обозначали с начала учебного года. И, конечно же, не совсем уютно, когда стоят видеокамеры, не совсем уютно, когда на входе тебя пропускают через металлоискатели. Но это вынужденная мера, потому что, я думаю, надо прежде всего обезопасить выпускника от лишних соблазнов. Федеральные инспекторы были привлечены контролировать сдачу государственного экзамена в этом году. Такого пристального внимания наша республика удостоилась из-за доли высокобальников прошлого года. Но даже в этом случае по предварительным итогам сдачи ЕГЭ средние результаты по Чувашии выше результатов по России. Прежде всего для нас важно, чтобы ЕГЭ не оставался единственным инструментом, решающим судьбу ребенка. То есть единственным инструментом, определяющим качество подготовки или уровень знаний наших детей. Он должен быть одним из. И в этом плане со следующего года пойдет сочинение, вы знаете. Правда, сочинение будет зачет, не зачет, как допуск к ЕГЭ. Наша основная задача сделать так, чтобы наши выпускники были конкурентоспособными, чтобы они могли получить хорошую профессию и выбранную не просто по, как скажем так, ситуации на рынке, а еще по душе. Самой больной темой государственного экзамена этого года стал ЕГЭ по чувашскому языку. Из заявленных 30 человек ни один не пришел на тестирование. Но его отменять не собираются. Кстати, с 2020 года в обязательном порядке будет введен ЕГЭ по иностранным языкам. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика.